самый надежный способ конечно это когда конкурс уже работает какое-то время и участники конкурса приводят новых это происходит неизбежно они приводят новых и вот это вот тогда получается что информация распространяется как бы сама потому что ты уже попал в целевую аудиторию и она сама как бы воспроизводит эту информацию надо идти от потребности самой аудитории то есть надо и в первую очередь узнать где находится твоя аудитория то есть не те инструменты которые ты можешь использовать а какие инструменты воспринимает аудитория потому что они могут очень сильно различаться и тогда в конкурсе будут комбинироваться разные инструменты важно выделить вот найти где этот канал чтобы достучаться потому что вариант чтобы про конкурсы говорили с экранов телевизоров там первый канал про все рассказывать он конечно наверное приятен но это как мы все любим сравнивать да когда что-то идет не так как микроскопом гвозди забивать консультации вот вот это наверное самое важно это индивидуальные консультации именно особенно для новичков на момент разработки проектов потому что несмотря на ну довольно большие усилия по подготовке этой книжке специальные рекомендации и презентации которые доступны на сайте но до сих пор остается какой-то лэг какой-то недостаток и в проектных идеях и в преподнесении заявки для того чтобы на территории деятельности компании возникали новые сюжеты либо новые технологии мы ежегодно проводим форум социальных технологий на которые как раз выбираем определенную тему года привозим внешних экспертов показываем как можно и для нас это способ вдохновить и мотивировать наши организации думать в этом направлении самое сложное наверное за работе заявителями то чтобы не звать в конкурс любого то есть чтобы когда ты с ними работаешь ты работал со своим заявителем и сразу говорил если этот конкурс не для них чтобы быть с ними честными потому что набирать большое количество заявок только ради того чтобы это выглядело красиво это неправильно тогда будет и большое разочарование самое сложное в работе с заявителем с любыми будь то муниципальные учреждения или же некоммерческая организация это переломить застоявшийся устоявшийся у многих подход о том что мы купим и все наладится вот это вот мечта всех наверное тех кто ведет грантовые программы всех грант операторов когда вот приходя к нам начнут именно с конечной цели то есть с результата что что конкретно мы хотим изменить с кем мы будем работать как мы будем работать а потом уже что нам для этого нужно вторая история которая за не скорее в нее пытаться могут втягивать сами заявители а вы скажите как надо ну как надо написать заявку каким должен быть мой проект не проект вообще а мой проект чтобы получить эту поддержку и здесь вот этот тонкий баланс между консультацией помощью и нельзя переходить в сторону рассказать какая должна быть заявка что заявка это всегда ответственность того кто с ней обращается это не ответственность тех кто им помогал писать это не ответственность тем тем кто оценивал эти заявки давал рекомендации это всегда за я ответственность того кто ее пишет и вот здесь эта грань очень важно потому что самое сложное в работе с заявителями для меня были часовые пояса потому что у них был к сожалению в доступе мой мобильный телефон и поэтому я просыпалась вместе с владивостоком самое приятное я думаю это благодарность особенно благодарность когда им удалось выиграть и особенно когда им удалось выиграть первый раз